Варум с почерневшим лицом В 90-м году состоялся дебют певицы на телевидении в передаче «Утренняя почта». Вскоре Анжелика Варум начала сольные выступления, и с тех пор концерты певицы прошли во многих городах бывшего СССР, Соединенных Штатов Америки, Германии, Израиле. Она участвовала во многих телепередачах, выступает в различных концертных программах и шоу, в том числе в проекте «Старые песни о главном». Популярность пришла Варум с выходом ее первого сольного альбома «Goodbye boy, мальчик». За ним последовали другие альбомы. В 1999 году Анжелика Варум попробовала себя на актерском поприще, снялась в одной из главных ролей в фильме «Василия Пичула. Небо в алмазах». Появилась она также в одном из эпизодов сериала «Досье детектива Дубровского. Заслуженный артистка России» от 2011 года. В последнее время имя Анжелики Варум не сходит со страниц прессы. Дело в том, что артистка сделала пугающее признание в одном из недавних интервью. 52-летняя сладкоголосая певица, нечастая гость социальных сетей, к тому же, как правило, супруга Леонида Агутина, публикует кадры, связанные со сценической жизнью. Поэтому, когда звездная блондинка решается показать личные снимки или видео, это вызывает неизменный интерес со стороны россиян. Вот и сегодняшний ролик, появившийся в микроблоге Анжелики, вызвал бурный отклик фанатов. Оператор застал заслуженную артистку России в «Зимнем лесу», куда она решила отправиться на прогулку, несмотря на морозы. На Варум был утепленный черный комбинезон с меховым капюшоном. Несмотря на объемную одежду, певица выглядела весьма стройной. Неожиданно оказалась другая деталь. Когда жена Агутина повернулась к объекту, ее лицо выглядело почерневшим. Дело в том, что лоб, нос и губы Анжелики полностью перекрывала плотная ткань балаклавы. Открытыми остались лишь глаза, а таким образом звезда защищалась от ветра и холода. Напомним, недавно Варум дала интервью Ирине Шахман, которая сразу наделала много шума. В нем блондинка откровенно заговорила о непростых темах. В частности, она поведала о смертельном диагнозе, а также о планах по уходу со сцены. Что касаемо смертельного диагноза. На протяжении долгих лет отец Анжелики, Юрий Варум, страдал от смертельно опасной болезни. В какой-то момент медики в Москве даже отказались от него, и тогда семья перевезла мужчину в Америку. Тогда он смог прожить еще 10 лет. Все время ты рассчитываешь на чудо, но в какой-то момент включается механизм самоуничтожения. Но сказать, что папа не был борцом нельзя, просто он устал. Были понятные перспективы, либо ты умираешь в клинике, либо дома среди своих, рассказала Варум. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!